Нут Индия является мировым лидером по экспорту нута и производит около 11 миллионов тонн зерна ежегодно. Так как по своему сбалансированному аминокислотному составу, высокому содержанию метианина и трептофана, он превосходит по питательной ценности все другие зернобобовые культуры. Его зерно богато белком до 30%, до 9% жира, до 60% крахмала. Кроме того, зерно нута – это ценный источник минеральных веществ – калия, кальция, магния, фосфора, цинка, витаминов А, С, Е, К и группы В. Употребляют его в пищу обычно в вареном виде. Приготавливают из него супы, пюре, каши, пирожки, гарниры. Но также можно употреблять и зеленые бобы, молодые семена, проростки, цветки. В 2016 году на государственное сортоиспытание был передан новый сорт нута «Аватар», созданный нашими учеными в соавторстве с коллегами из Российского института генетических ресурсов растений имени Николая Ивановича Вавилова и Орловского государственного аграрного университета. Сорт «Аватар» сочетает в себе все необходимые характеристики для успешного возделывания северной части центрального черноземного региона. Характеризуется продолжительностью вегетационного периода на уровне 79 суток. При этом урожайность достигает 24 центнеров гектара, максимальная – 33 центнера с гектаром. Хотел обратить внимание наших специалистов на чину, чину посевную, сорт «Славянка», который вот здесь сейчас у нас на посевах демонстрируется. Оказывается, в 1922 году она была 200 лет на территории России распространялась и очень хорошие урожаи давала. Постановлением ЦК большевиков рекомендовалось возделывать горох, а чину убрать. Красный из-за горох. Ну вот так вот начали убирать. Значит, до 1974 года война шла. Горьковская и Ульяновская области последние посевы только удалось. А не боитесь, что гумератор-коммунист Клычков запретит вам это дело? Нет, нет. Ну, культура сама по себе интересная. Нам удалось собрать 46 сортов. Из некоторых заведений нам присылали 4-5 зернышек всего. Сказали, вот мы размножили все и изучали, значит, в наших условиях. Чем она вообще интересна? Ну, самое интересное, что она хорошо засуху переносит и высокие температуры, очень хорошо. Но она и в Индии растет прекрасно, где полгода дожди идут. То есть она хорошо, когда ее заливают, тоже переносит. Что интересно, если почва соленая, на солонцах растет хорошо, в Афганистане и в Грузии растет на камнях. То есть не вытравишь ничем? Абсолютно, значит. Поражаемости вредителями практически нет. Если проходит дождь, значит, держит капельку воды и отрастает хорошо. Значит, использование очень-очень многоцелевое. Первые блюда можно, супы из нее готовить. Прекрасно супы идут. Это зернополого культура, да? Вторые блюда, кашу, да. Каши готовить можно. Кисели можно, третье блюдо готовить. Когда у нас экстремальные условия были, вот на полях доходило несколько дней, до 43 даже были годы, она у нас дала на отдельных делянках до 70 центнеров. 70. Горох дал у ученых по 15 центнеров, а у нас чина дала до 70. Нами издано было несколько рекомендаций по возделу у нее чина посевной. Значит, еще выяснилось-то, что эта культура еще и медоносная культура, и чем она тоже интересна. Значит, у нас в основном все культуры имеют один пик, утренний. Гречиха посещается в 10-11 часов. Вот такая жаря, когда 12 часов в час, она перестает посещаться. А чина, у нее пик посещаемости 3-4 часа. Если мы гречиху посеем рядом рапс или горчицу, надо, во-первых, обрабатывать. Это будет плохо для обоих культур. Во-вторых, насекомые разделятся пополам. Мы не получим. А если мы посеем, скажем, гречиху и рядом чину посевную, мы первую половину дня будем собирать мед с одной культуры, а вторую половину дня с другой. То есть, как медонос, она дает примерно от 40 килограммов с гектара. Это хорошее. Это на уровне низких сортов гречихи. Профессор, теперь осталось убедить Мираторгу, которого почти 200 тысяч гектаров земли в Орловской области, чтобы он занимался... К этому придут к тому, что нужно изучать новые культуры и внедрять придут.